Привет всем! Вы на канале Валари Лайф. Это видео я посвящаю покупке и продаже нашего дома, который мы уже продали. Также в этом видео я покажу фотографии дома и поделюсь некоторыми уловками, которые необходимы для того, чтобы представить дом для продажи в наилучшем свете. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть! Свой первый дом мы купили через полтора года, как приехали в Канаду. Мы покупали его осенью. В этом есть свои плюсы и свои минусы. Осенью, когда сезон заканчивается, можно хорошо снизить цену на дом, который вам понравится. Особенно если в семье срочная ситуация, типа как развод, переезд в другой город и так далее. Но также есть, конечно, и свои минусы. Сезон заканчивается и выбор намного меньше. Мы просмотрели 23 дома. И только три из них более-менее нам понравились. Первый дом был меньше нашего и был меньше участок. Второй дом был не очень хорошо расположен. Нам не понравилась планировка. И вот третий дом, который мы купили. В этом доме мы прожили 6 лет и решили выставить его на продажу. Потому что нам не хватает гаража. Мне хочется, чтобы все спальни были на втором этаже, а гостевая зона была на первом этаже. То есть разделить дом на зоны. Также хотелось бы участок побольше. Поэтому мы выставили дом на продажу. Купить или продать дом в Канаде можно двумя способами. Первый способ – это без агента. Второй способ – это, конечно же, с агентом. Когда вы продаете дом без агента, вы сами занимаетесь всей документацией, подготовкой дома к продаже. Вы проводите переговоры с потенциальными покупателями. Вы проводите визиты в вашем доме. Также поиск нотариуса. Но в этом есть свои плюсы. Вы никому не платите комиссионные. То есть вы работаете сами на себя. Главное, на мой взгляд, поставить адекватную цену. Потому что очень часто случается, что люди продают без агента, но цену ставят или выше той, которая существует с учетом продажи с агентом. Ну или такую же. Я считаю, что цена, когда вы продаете без агента, должна быть хотя бы немного ниже, чтобы было интересно туда прийти посмотреть. С агентом, конечно, другая ситуация. Он занимается всеми административными вопросами. Он занимается переговорами, обсуждением всех деталей, согласованием всех деталей. Именно агент вам укажет на все недочеты в вашем доме, которые необходимо исправить перед тем, как выставить на продажу. Что-то стоит закамуфлировать, что-то стоит отремонтировать и так далее. Тут выбирает каждый сам для себя. Если вы прекрасно проводите переговоры, прекрасно владеете иностранным языком, то почему бы нет? А если вы более скромный, закрытый человек, то тогда, наверное, лучше с агентом. Конечно, перед тем, как выставить дом на продажу, с агентом вы продаете или без агента, нужно обязательно провести предпродажную подготовку. Возможно, перекрасить стены, возможно, облегчить свой интерьер. Мы, например, выбросили диван, который находился на первом этаже, потому что без дивана комната выглядит намного просторнее. Я купила новые шторы для того, чтобы обновить интерьер. То есть, если, например, вы продаете без агента и вам очень-очень нравится ваш дом, то пригласите кого-то из друзей или соседей и спросите, что бы они в вашем доме поменяли. И не обижайтесь на их замечания, а просто примите к сведению. Возможно, кому-то не нравятся темно-синие стены или еще что-либо. Еще очень важно на момент фотографирования вашего дома для продажи сотрудничать с фотографом, то есть, минимизировать мелкие детали интерьера. Я, например, когда мы делали фотографии или когда мы ждали визит, убирала все-все-все с ванной комнаты, все, зубные щетки, мыло, все. Она была пустая. У меня был специальный бак пластиковый, куда я все скидывала, визит заканчивался, я все выставляла обратно. Так же происходило с кухней. Я прятала все-все-все, чтобы кухня казалась намного просторнее, ну и более свежей, я не знаю. И очень важно, чтобы на момент визита ваш дом выглядел максимально так же, как он выглядит на фотографиях. Понятное дело, что вы живете в этом доме, но, как я уже сказала, минимизировать мелкие детали – это очень важно. Еще очень важно, если у вас есть домашние животные, как у меня, например, две собаки, понимать, что люди, которые приходят смотреть в ваш дом, могут не любить собак, ну или не любить котов, если у вас кошки. Например, арабы не любят собак, поэтому, когда меня предупреждали о том, что визит арабской семьи, я прятала все присутствие собак. Я убирала все лежаки, я убирала миски, я прятала корм, потому что он дает специфический запах. Я уходила с собаками гулять. Люди не видели, что у нас есть собака. Также приведу пример. Когда мы покупали наш дом, точнее, когда мы искали наш дом, мы приехали на второй визит в дом, который как бы нам вроде бы понравился. И что меня оттолкнуло, что в доме было очень-очень много котов. Мало того, что дом был полностью в шерсти, и, извините за подробности, по всему дому валялись мелкие какашки. И я, ну, меня это оттолкнуло. Мы не сделали предложение по этому дому и, соответственно, остановились на покупке нашего дома. Обязательно помните о том, что у каждого дома есть свой запах, поэтому перед визитом очень важно проветривать дом. И не важно, зимой вы дом показываете или летом показываете. Не поленитесь, проветрите дом. Перед визитом я всегда заваривала большой кофейник кофе и оставляла его открытым для того, чтобы был запах кофе. Также можно положить в духовку уже готовые булочки или круассаны и слегка их разогреть. Тогда в доме такой приятный аромат кофе и булочек. Очень-очень важно, чтобы в доме была правильная температура, то есть летом было прохладно, и в доме хотелось остаться, а зимой было тепло во всех комнатах. Также очень важно включать свет по всем комнатам. Во-первых, это освещение даёт определённые акценты. Во-вторых, комната кажется более объёмной. Да, ещё очень важно, когда вы выставили дом на продажу, поддерживать порядок всегда, потому что обычно о том, что будет визит в доме, предупреждается 24 часа. Но бывают внезапные визиты, когда вам могут позвонить и сказать, а мы хотим ваш дом посмотреть часа через два, если у вас такая возможность, потому что мы, например, в вашем районе. И, конечно, нежелательно отказывать. Как, например, мы приехали смотреть один дом, мужчина открыл дверь и сказал, я ужинаю, я не готов вам показывать дом. На что мой агент, потому что мы покупали с агентом, сказал, ну как, мы договаривались с вашим агентом, вы подтвердили время, мы приехали издалека. Он сказал, если вы хотите, коль вы уже приехали издалека, то подождите на улице, пока я поем. И мы действительно ждали на улице, ну потому что мы уже туда приехали. Конечно, этот дом мы не купили, у нас уже был осадок, и мы видели только негативное в этом доме. Но вы должны уловить идею. Если вы, например, не на работе и готовы показать дом, то покажите его. А для того, чтобы для вас это не было сильно стрессовой ситуацией, на момент продажи дома держите максимально дом в идеальном порядке. Хотя я отлично понимаю, что с животными и с детьми это не так просто, но вот желательно придерживаться. Возможно, сейчас кто-то сделает замечание, что я не рассказала ничего нового, что это всем известные вещи, и каждый отлично понимает, что для продажи дома нужно держать дом в идеальном порядке и всегда принимать людей на визиты, то есть не отказывать в визитах. Но, как показывает практика, очень часто вы, когда ищете дом, можете увидеть плохие фотографии, потому что люди не сотрудничают с фотографом. А фотограф не будет настаивать, он просто сделает фотографию и уйдет, ему платят за работу. А то, как выглядит ваш дом, это уже ваши проблемы. Также очень важно подготовить дом к продаже. Я вам приведу пример. Не будем далеко ходить. Мы приехали на визит дома, мы зашли в гараж, а гараж посмотреть невозможно, потому что он полностью захламлен каким-то барахлом. И у меня возникает вопрос, неужели все вот это барахло, которое под потолок загружено в гараже, нужно этим людям? Неужели там, я уверена, что там большую часть нужно выбросить? Но людей это не смущает. И на момент нашего визита в доме был ужасный бардак. Ужасный бардак. Ну и, соответственно, конечно, гараж просто добил своей захламленностью. Ну вот и все, мои дорогие. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. И до следующих видео. Всем пока!